Мы не штурмовали, ага, мы приехали уже вечером, там, и СБУ тоже нет, уже, то есть, Стрелков уже был на месте, там, и с людьми. Мы прибыли 12 апреля, сначала был там, командиром взвода меня поставили, потому что я раньше служил в армии, был офицером, ну, в российской армии, имеется в виду. Вот, потом уволился, ну, когда война началась, я не раздумываю, приехал сюда, как бы, я сразу для себя определил приоритеты, я понимаю, что фашизму нет в любых его проявлениях, поэтому вопроса приехать даже не стояло. Ну, тем более, я думаю, что мои знания, мой опыт в любом случае пригодился. После этого меня назначили командиром батальона на Семеновку, ну, я думаю, про Семеновку слышали все, что хуже, чем на Семеновке не было. Вот, недавно я разговаривал с Семеном Пеговым, вот, он говорит, и Женей Подубным, они сказали так, говорит, где мы только не были, ну, как было там, жарко, так не было нигде. С этого, после того, как попал на Семеновку, вот, после этого образовался Семеновский батальон, вот, а потом постепенно, когда мы прибыли сюда уже, вот, по приказу Стрелкова, мы же вышли из Славянска и приехали в Донецк, потом вот меня кинули на, перекинули меня вместе с моим батальоном, Снежное и Торес. То есть мы освобождали и Саурмогилу, вот, и Снежное, и Торес, и Дмитровку, и Дибровку, и Кожевню, там очень много перечислять, Саурмогилу аж два раза так получилось, что, вот, но Саурмогилу мы не могли сдать, потому что это еще пошло со времен Великой Отечественной войны, это флагман. Тем более, это наше было, это деды тоже самое, воевали именно за эту высоту, поэтому мы, ну, не знаю, мне кажется, не посрамили память дедов, поэтому мы, конечно, да, сейчас вот был, когда-нибудь вчера, позавчера был на Саурмогиле, естественно, ну, не такая, какая она была, хотелось бы посмотреть на нее до того, как, ну, я же видел, когда это еще начиналось, что Стелла стояла, ну, в результате сильнейших боев, конечно, да. Но ничего, я думаю, отстроим новую, и будет еще лучше, чем прежняя, ну, чем старая.